ДЦП, эпилепсия и пневмония ДЦП, эпилепсия и пневмония ДЦП, эпилепсия и пневмония ДЦП, эпилепсия и пневмония и в значительной степени ближе, чем к психиатрии. Есть, конечно, диагноз изменения личности при эпилепсии. Да, и тут, возможно, консультация психиатра будет необходима. Но опять-таки консультация. В целом же эпилепсией занимаются сейчас невроги. Ну и пневмония, понятно, это терапевтический диагноз. Соответственно, на мой взгляд, если у человека есть два неврологических заболевания и одно терапевтическое, какой смысл запихивать его в психиатрию или его психосоматику? По-любому основную работу будет вести, я так понимаю, что госпитализация должна быть по вопросу именно пневмонии. Основную работу будет вести терапевт. И лучше, чтобы этот терапевт не прибегал там, ужаленный в одно место из-за другого отделения, посмотреть больного в психосоматике, чтобы он его спокойно вел в своем отделении. То, что касается ДЦП и эпилепсии, ну если по эпилепсии препараты подобраны, то, собственно говоря, и при той же самой пневмонии так же он их и будет принимать. ДЦП, скорее всего, никак не изменится ни от пневмонии, ни после пневмонии, ни во время пневмонии. Если там есть еще какие-то психические расстройства, психотические проявления, но про это ничего автор письма не указал. Поэтому, если судить просто по диагнозам ДЦП, эпилепсия и пневмонии, то госпитализация, на мой взгляд, должна быть, скорее всего, и правильнее всего, на мой взгляд, в терапевтическое отделение, возможно, в неврологию. Но все-таки терапия здесь на первом месте. Психиатрия, психосоматика, по диагнозам оснований для госпитализации в этот профиль я не вижу. При необходимости консультация психиатра возможна, но, опять-таки, если она нужна. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего. До свидания.